Здравствуйте! Меня зовут Евгения Кузнецова. Я вам предлагаю серию коротких уроков по методу Фильденкрайза для выравнивания осанки через ноги и стопы. Сядьте, пожалуйста, на табурет. Желательно, чтобы поверхность была горизонтальная. На переднюю его треть. Так, чтобы больше 2 трети бедра находились вне опоры. И в тузобедренных и коленных суставах был угол 90 градусов. Руки расположите на бедрах, ладонями вверх. Так вы будете более подвижны на опоре. И, пожалуйста, оцените, насколько симметрично вы сидите на стуле. Не повернута ли ваша голова в какую-либо сторону? Посмотрите на свои ножки. Не выступает ли вперед одно ведро, одно колено больше, чем другое? Чувствуете ли вы симметрию в плечевом поясе? Не кажется ли вам, что одно плечо выступает вперед больше, чем другое? Запомните это свое состояние. И давайте приступим к уроку. Оставаясь неподвижным на табурете, выдвините правое бедро вперед. И медленно, плавно вернитесь обратно. Выдвините правое бедро вперед. Мягко, плавно вернитесь обратно. И в тот момент, когда вы выдвигаете правое бедро вперед, почувствуете, как на опоре скручивается ваш таз. Какая ягодица движется вперед, а какая ягодица относительно другой смещается назад. И, пожалуйста, выдвигая правое колено вперед, не отрывая ножку от опора, стопа остается неподвижной. Почувствуете, остается ли неподвижной ваши плечи или они скручиваются вслед за тазом. Вы толкаете бедро колено вперед, стопа не отрывается от пола. И что в этот момент происходит с вашими плечами. Великолепно. И в очередной раз, выдвигая правое бедро вперед, посмотрите головой направо. Поверните голову направо. Мягко, плавно вернитесь в нейтральное положение. Еще разочек толкнем правую ножку вперед, колено. Головушку повернем направо. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. И еще разочек толкаем правое колено вперед, чувствуем, как скручивается наш поясничка, таз. Чувствуем, как скручиваются наши плечи. Поворачиваем головушку направо. Мягко, плавно возвращаемся обратно. И еще разочек толкаем ножку вперед, чувствуем скручивание таза, плечевого пояса. Поворачиваем головушку направо. И делаем глубокий вдох. На выдохе мягко, плавно возвращаемся обратно. Великолепно. И еще разочек. Правую ножку толкаем вперед. Чувствуем скручивание на уровне таза, плечевого пояса. Поворачиваем головушку направо. Делаем глубокий вдох. Вдох, а глазками смотрим в противоположную сторону налево. Медленно, плавно, на выдохе возвращаемся обратно. Великолепно. Правую ножку толкаем вперед. Головушку поворачиваем направо. Делаем глубокий вдох. И глазками смотрим налево. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. И еще разочек. Толкаем коленочку вперед. Вот, головушку поворачиваем направо. Делаем вдох. И глазками смотрим налево. Мягко, плавно возвращаемся обратно. И отдыхаем в положении нейтрали. В этот момент можно немножечко так встряхнуться. Пошагать ягодицами на табуретке. И опять почувствуйте, насколько симметрично вы сидите. Строго ли вперед смотрит ваша голова. Симметрично ли располагаются плечи. Симметрично ли располагаются бедра. Не кажется ли вам, что одно бедро выдвинуто вперед больше. Какое-то плечо оно задвинуто назад ярче. И голова слегка повернута. Как изменились эти ощущения по сравнению с началом морока. Великолепно. И теперь давайте сделаем симметричное движение. Выдвинем левую ножку вперед. Мягко, плавно вернемся обратно. И выдвигая левое бедро и колено вперед, стопа остается на полу неподвижной, как бы приклеенной к полу. Мягко, плавно возвращаемся обратно. Еще разочек выдвигаем правую ножку вперед. И чувствуем, как скручивается на опоре наш таз. Что одна ягодичка стремится вперед. А другая относительно нее смещается назад. Великолепно. И возвращаемся в нейтральное положение. И в очередной раз, толкая ноженку вперед, почувствуете, как вслед за тазовым поясом скручивается плечо. И мягко, плавно вернитесь обратно. Великолепно. Опять толкните ноженку вперед, почувствуете, как скручивается таз. Как одно плечо выдвигается вперед. Мягко, плавно вернитесь обратно. И в очередной раз, толкая левую ножку вперед, поверните головушку налево. Мягко, плавно вернитесь обратно. Опять толкните ножку вперед. Почувствуете скрученность туловища. Поверните головушку налево. Мягко, плавно вернитесь обратно. И в очередной раз, толкая ножку вперед, поверните головушку налево. Сделайте вдох на выдохе. Мягко, плавно вернитесь обратно. Великолепно. Толкните ноженку левую вперед. Поверните головушку налево. сделайте вдох на выдохе позвольте спиральки раскрутиться обратно вернуться в нейтральное положение и еще разочек левую ножку толкните вперед поверните головушку налево сделайте вдох мягко плавно вернитесь обратно и еще разочек поверните голову выдвините левое бедро вперед поверните голову налево сделайте вдох а глазками посмотрите направо на выдохе мягко плавно вернитесь обратно еще разочек выдвините левую ножку вперед поверните головушку налево сделайте вдох и глазками посмотрите направо на выдохе мягко плавно вернитесь обратно и последний разочек левая ножка выбегает вперед вы поворачиваете головушку налево делайте вдох и глазками смотрите направо мягко плавно возвращаетесь обратно великолепно и опять почувствуете как вы сидите на стуле кажется ли вам что вы стали симметричнее что голова смотрит прямее что плечи находятся на одном уровне ни одно из них ярко не выступает вперед насколько симметрично на напоре располагаются ягодицы насколько одинаков уровень колен не выступает ли одна вперед больше чем другая кажется ли вы себе сейчас выше и насколько объемно вы видите пространство вокруг себя увеличилось ли поля зрения увеличилась ли глубина пространства стали ли краски ярче эти движения скручивания которые включают движение ног шеи глаз и дыхание помогают в общем выровнять осанку и сбалансировать мышечный тонус во всем теле они являются универсальными для восстановления и симметрии осанки и гармонии движения